И сегодня я хочу начать еще одну страничку. Страничку мамы Екатерины и девочки Ева. Она еще маленькая, и два с лишним годика. Ей ставили диагноз аутизм, задержку в развитии. И вы знаете, когда мы начинали работать, на наш взгляд это был несложный случай, это была карма, тоже карма. Я не буду рассказывать эту историю, если мама захочет опубликовать это дело, она тоже где-то опоминет, где-то напишет его. Все несложно, но так уж случилось, что ее душа запросила заботиться о дочке всю жизнь. И значит, это и должно было случиться. И у Евы пошла задержка, пошли нарушения. Мы работали с ней неделю назад, может чуть-чуть больше, сразу после моего возвращения где-то из Китая к нам попала Ева на консультацию, сделали сеанс. В принципе, все восстановили, маме надо было проговорить, проработать, осознать. И у них начался процесс. Ярких изменений у ребенка в таком возрасте, сами понимаете, их долго ждать. То есть максимум это взгляд. Речь все равно будет набирать какой-то период обороты. Мама написала, начала наша Ева всего добиваться криком. Пурчить что-то на своем слов пока не было. С каждым днем становится интереснее. Вы знаете, мама прислала видео удивительное. И когда я смотрю на видео, мне там важно маркеры споймать, что процесс запущен. Мы смотрели на видео, сегодня споймали такую интересную штуку. «Взгляд Евы». Я не знаю, будет ли он виден на видео. Мы споймали вот такой вот взгляд Евы. «Евочка, привет!» И дальше такая активность. Активность ребенка. Но сам факт, что ребенок откликается, и у ребенка появилась такая осознанная шкодливость. Там есть видео, где она в луже плюхается. Она уже напоминала мне моих детей. Мои дети были полностью рождены здоровыми. У них не было подобного рода проблем. Но я считаю это соответствием возраста. То есть активность детей. Здоровый ребенок – это активный ребенок. Это подвижный ребенок. Это шкодливый ребенок. Если ребенок сидит в углу и тупит, это у него проблема. Хотя взрослым хотелось бы наоборот. Мы будем наблюдать за Евочкой. Мы будем наблюдать за ее успехами. И вот здесь интересный момент. Вот поддерживать связь с родителями, периодически переписываться, получать обратную связь – очень важно. Потому что сегодня, когда начали переписываться с мамой, вроде все хорошо, но возникает какое-то такое чувство внутри, что что-то не то. И мы специально посмотрели Еву еще раз. И нашли, что все-таки вот эти вот одергивания, окрикивания детей в социуме, например, в том же самом детском садике, оно влияет. Влияет на структуру высшего я. Оно влияет на психику. Оно блокирует нашу работу. В то время, когда активно идет энергия, и ребенок должен быстро-быстро восполнить то, что он как бы отстал от сверстников, если в это время жестко блокануть, то получается наносится удар. И сегодня опять это все удалили. То есть это как испуг работает. Вот так. Оно бы и само психика потом это почистило, но это бы мешало сейчас восстанавливаться интенсивно. Поэтому за Евой мы тоже будем следить. Это видео я выкладываю как начальное, когда я вижу, что работа прижилась. Работа прижилась. И дальше мы просто будем смотреть, следить и помогать по мере, когда Ева будет учиться говорить, будет делать шаги уже в более осознанную жизнь. Потому что сейчас, конечно, возраст очень-очень маленький. Маленький. И эта маленькая душа, ну такая светлая, она пойдет в жизнь. Спасибо.